Мы сейчас видим, что люди есть разных возрастов, но более того, люди разных субкультур. В конце 19 века или в 18 веке 90 или 93% населения России были крестьяне, 3% дворяне, ну и разночинцы. Количество разночинцев потом росло постепенно. Но общество было более-менее гомогенным, то есть однородным. Поэтому достаточно было одной, в одну церковь ходили все. Хотя были такие случаи, допустим, Москва, город 40 церквей, 40 на 40 1600. В конце 19 века количество православных церквей превышало количество всех церковных зданий, вместе взятых всех других христианских конфессий, католических, реформатских и так далее. Столько было зданий церквей. И в Москве было много. И каждый купец более-менее старался на своем подворье построить церковь. Когда он уже разочаровывался в этой материальной жизни, он строил и туда ходил. Но все-таки в основную церковь ходили и крестьяне, и царь приходил сюда, тоже здесь стоял, и дворяне тоже ходили. Но основная часть была крестьяне. Крестьяне они стояли здесь, не сидели, конечно же, по традиции православной церкви. Сейчас церковь, уже общество не такое однородное, как оно было раньше. Сейчас общество скорее может быть характеризовано вот таким вот небоскребом, у которого есть 100 этажей. Огромное. И на каждом этаже свое подобщество, своя субкультура. Есть и компьютерщики, есть и сельхозники, есть и байкеры, есть и богема культурная, творческая, историки, ученые, рабочие, такие или такие, или такие, панки, различные фаны, готы, эмо. Но что угодно, все есть в нашей стране уже сейчас. И если мы будем пытаться всех этих звать одновременно, всех этих 102 этажа, то мы будем как бы пытаться всех обнять и никого не принимать. Тогда церкви должны быть. Как церкви достигать каждого этажа? Как мы построить можем нашу церковь, чтобы она достигала многих? Я думаю, надо успокоиться и сказать, что всех мы сразу не достигнем. Пусть будет много церквей, хороших и разных. И пусть церкви достигают, ну, хотя бы от церковь 3, 4, 5 этажей достигают. Или если больше, замечательно. Есть церковь, которая достигает всего одного этажа. Церковь байкеров. Или церковь одного этажа достигает фермеров. Или церковь достигает 2-3 этажей. И так далее. Что нам нужно делать? Нужно знать нужды и интересы вот этих субкультур. И с целевым назначением обращаться именно к ним. Если это молодежь. Помните церковь, которая в этом здании временно собирается? Руководители церкви начали кататься на скейтах. И сразу, если некоторая группа молодежи скейтеров стала приходить в церковь. Или кто-то занимается лагерями. И те, которые захватываются этим неводом, приходят в церковь. Где-то, может быть, будут автомобилисты. И там ребята, которые любят работать с железками. Они могут приходить в церковь. Где-то компьютерщики и так далее. Нам важно понимать, что есть разные культуры. Время 19 века гомогенной культуры прошло. Сейчас это постмодерн, постмодернистский век, где вот каждое сообщество живет своим этажом, своими целями, своими интересами, своей жизнью. И мимо они пролетают только друг друга на этом лифте или по дороге, или в транспорте. И почти не сообщаются друг с другом. Нам кажется, мы касаемся всего мира, а на самом деле мы можем не касаться никого. Поэтому, как действовали в больших церквах, или они стараются найти общее что-то для общего служения, какая-то музыка более-менее приемлема, но сделать много групп различных по интересам и там с ними заниматься. Допустим, церковь Велокрик. Я видел целую площадку там, где мотоциклы байкеров. Эти байкеры, одетые по-байкерски, идут в церковь, весело ведут других байкеров. Замечательно, смотрится хорошо. И есть этнические группы, есть компьютерщики, есть те, которые на бирже и так далее. У них свои общения. 600 групп различных. Церковь Велокрик, 600. И я помню, было объявление, говорили, так и так, у нас количество групп растет. У кого есть бизнесы, у кого бизнесы, бизнес офисы пустуют по воскресеньям, пожалуйста, дайте нам знать, нам нужно большее количество для различных групп. Поэтому, достигая людей, знайте, что это небоскреб современного общества. И думайте, что вы делаете хорошо с вашей группой, если это молодежь такого-то возраста, замечательно, если это такого, замечательно. И именно точно изучайте нужды, цели и задачи той или другой возрастной или субкультуры и обращайтесь именно к этим. Сейчас, если вы в магазине продаете все и вся в одном маленьком месте, вы мало что продадите, разве что рядом с вами нет никого. Но те магазины, которые становятся специализированными, вы, если хотите купить какую-то конкретную вещь, идете в специализированный магазин, там, где продается вот узкий спектр товаров. И знаете, что вы купите то, что вам нужно, у вас есть будет выбор, там будут специалисты по этому специализированному магазину, по этой тематике, вы можете поговорить и так далее. А если все, то ничего. Это сложная тема. До сих пор многие наши церкви стараются достигать всех. И говорят, что церковь Христова должна быть открыта для всех. «Я за». Что понимать по церкви Христовой? Это надо говорить о том, что есть церковь вселенская, а есть церкви поместная. И менталитет «один город, одна церковь», который был в советское время, и наши замечательные власти в советское время поддерживали это, чтобы не больше одной церкви в одном городе было. Он уже прошел. Слава Богу, есть больше, чем одна церковь, и люди могут выбирать себе церковь. И так же и группы. Группы должны быть специализированы по нуждам, по интересам. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Есть какие-то идеи по этой теме? Как вы относитесь к межцерковным служениям? То есть, таким, евангелизационным. Ну, замечательно. Да. У нас же есть общая задача. Мы можем общаться с другими церквами, и уровни общения с другими церквами могут быть разные. Допустим, уровень общения с близкими нам евангельскими церквами могут быть ближе и глубже. И общение должно быть... Межцерковные какие общения? Для среднего возраста, для молодых? Для молодых. Какие цели у молодых? Выбор спутника жизни. Дай Бог, чтобы они общались и подбирали спутников жизни там. И вместе служили Господу. И у них в это время горячие сердца. И когда они будут общаться вместе, то вместе они могут сделать больше, чем по отдельности. Мы учитываем их нужды, их задачи, их цели, используем их для славы Божией. Вот это замечательно. Допустим, с церквами, которые доктринально далеко от нас, православные и так далее, мы можем общаться в борьбе за мир, в очистке улиц города, в утверждении, допустим, того, что христианская мораль должна быть, а не исламская, а не какая-то там саентологическая и так далее в городе. У нас, мы можем найти точки соприкосновения с различными конфессиями, где будет общение, более близкое, где-то подальше. В гуманитарной помощи мы замечательно можем общаться с другими конфессиями. При этом стоит вопрос, как всегда, если это сильная церковь, сильные служители, они не боятся, что их молодежь куда-то уйдет. Если мы слабы, мы не надеемся на Господа. Если мы теряем и так, то будем и дальше бояться и не пускать нашу молодежь туда-сюда и так далее. Мы удержим? У нас есть ружье? Нет. Поэтому давайте трудиться сами, чтобы они держали за нас не страхом, а интересом. Не страхом, что вот только здесь спасение, а там вы его потеряете, а тем, что я здесь могу трудиться. Часто люди, вот особенно в возрасте после сорока, держатся в той или другой церкви не потому, что она лучше, чем та, а потому, что он здесь нужен или она. он может быть полезен или она. И это очень важно. Поэтому и группы, и обучение должно быть очень разное, специализированное. Чтобы не растекавшись мыслью по древу, чтобы умело использовать ресурсы той или другой церкви, надо посмотреть два или три, или даже одно, или четыре направления, в которых мы можем делать дело хорошо, и заниматься, специализироваться на этом. и кооперироваться с другими по каким-то другим вопросам. Допустим, в нашем городе хорошо развивается тюремное служение. Мы можем кооперироваться, есть межцерковное тюремное служение. Мы сами его не можем развивать, а там, где есть люди, которые близки к этому, они это развивают, и работают это замечательно. Кооперация в работе лагерей тоже замечательная. Вот мы возьмем вот эти возраста, а вы вот эти. Мы не можем одна церковь всеми возрастами заниматься, и разнообразными группами в лагерях. И это замечательно. И межцерковно-молодежное служение тоже хорошо. Потому что человек, существо социальное, ему важно быть и самим собой, иметь принадлежность к малой группе, и ощущать принадлежность к чему-то более большому. Когда у него вот это все есть, тогда он сбалансированно разрывается. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»